привет всем при всем при всем любителям а мама кто пришел посмотреть мой подкаст не знаю зачем мы пришли значит посмотрите я разберу юси 306 но только главный карт по состоянию на воскресенье осень число 12 минус 7 8 наверное сентября поскольку турнир пойдет с ночь 14 на 15 вас фегас невада сфера новая арена и и все ночи мексиканцы такос шмака сагей 5 боев главном карди пока что не знаю может что не добавит пока что открывает главный карт рональдо родригес против воды избрана в категории до 57 килограмм родригесу 25 лет от буду 32 на 3 сантиметра родригес меньше на 20 сантиметров у него меньше рич превосходство в ричи у озборна конечно конская вообще с такими габаритами так выступать ну как бы зачем тебе бог дал обезьяне руки если ты не можешь драться к какая-то мощная обезьяна как какой-то самец гориллы рональдо родригес по прозвищу наверное ленивец ну пока конечно не совсем понятный парень дрался в мексике ну не проиграл он джерому ревере двадцатом году я на этом буду стоять но бой был близкий он был крайне молот ну бой как бы что податься с джеромом реверой крайне близко когда ты молод это не хорошо и неплохо это просто есть после этого конечно хорошая позиция у него по-прежнему не было и победил он в дебюте феврале этого года дениса бондаря во втором раунде задушил под конец второго раунда собственно говоря ну как вот относиться к победе над бондарем но я не считаю что бондарь какой-то полное дно прям возможно я не знаю он уже уволили нет то есть у него наверно не сложилось или не сложится ну бондарь более-менее нормальный боец там со своими плюсами и минусами родригес боец достаточно универсальный достаточно упертый который много идет вперед но он именно идет он передвигает ноги медленно шагает какого-то там экстра футворка у него не замечено супер борьбы у него нет мега ударка у него тоже отсутствует он такой классический мексиканец идет идет вперед пытается зайти на среднюю дистанцию пробить какие-то тяжелые удары может побороться располагает достаточно опасным джиу-джитсу но при этом конечно переводить его самого пока что туда не составляет бондарь его переводил много раз но родригес опять же есть джиу-джитсу со спины и неплохо встает но на его месте насчет тогда он дефенса я бы конечно подумал моды осбан конечно боец более опытный которого прям ну не супер конечно все в юисе складывается в дебюте проиграл келлахер у потом того же риверу уничтожил проиграл кейпу понятно победил вергару но очень близко победила даша уверенно проиграл тайсон м которому было 39 лет так себе часа джонсона не совсем понятно выиграл не выиграл проиграл на боевую фили ну в общем люди которые хорошо борются и располагают опасным джиу-джитсу они как бы для воды осборна достаточно конечно неприятные соперники такие в частности как алмабаев и филио потому что сколько у него поражений с обмешанными 45 где-то у меня 4 и 2 нокаутами то есть конечно осборн с одной стороны финишер из 12 9 досрочек как бы его родились и 17 12 тоже неплохо ну зато родригес не проиграл досрочно вообще осборна из 7 поражений 6 досрочных то есть осборн конечно парень хрупковатый выносливость его в поздних раундах конечно же под сомнением защита от сабмишинов под сомнением держак под сомнением в нападении он пока свежий прям хорош действительно длинный габаритный чувствительный с хорошим футворком с точными ударами то есть но все прям вот прекрасный боец первого раунда если против него не дерется тот кто его переведет и сразу его в партере отмутузит но потом как бы когда как севергарой там еле-еле додышал с джонсоном тапа он была большая остановочка там джонсон ему по тестику ломкнул он там минуты 4 взял ну-ка где осборна конечно не очень хорошие поэтому но так в общем то сравнительно сложноватый конечно бой потому что родригес который вам которого одна победа в юси идет за коэффициент 162 ну я брал родригеса против бондаря там были равные коэффициенты ну при всем моем небольшом уважении не к осборну не к бондарю все-таки наверное объективно осборн соперник посложнее потому что если вот он не отлетит то в принципе родригесу мозги то потрепет он не хуже родригеса несколько в стойке ну я сегодня говорил там о статистических преимуществах в этом самом в приливах но здесь опять же 20 сантиметров в ричи это хороший плюс в копилку воды осборна беда в том что него эти 20 сантиметров там плюс-минус когда 20 когда 15 они есть всегда и воды осборн как раз показывает что есть статистика есть воды осборн который стоит в сторонке и ну по идее как бы если бы он хорошо пользовался своим ричем то он бы наверное все таки победил бы в большинстве боев то есть у него был бы сейчас рекорд получше но он и у него такой какой есть хотя конечно оппозиция его то который он проиграл ну это все бойцы которые лучше чем луис родригес или как он там называется он учет где-то нам было по-моему луис сейчас он стал рональдом фиг их поймешь этих мексиканцев ну короче вот такой вот бой достаточно сложноватый ну если в плане ставок его рассматривать все таки я думаю что при матч но наверное все таки логика и вставки на осборна опять же если вы будете смотреть турнир страховаться лайви то наверное осборн первый раунд вполне себе может забрать и поднять коэффициент на родригеса потому что родригес может бороться но он не является доминирующим прям борцом и осборн целом от людей скажем так со средней слэш посредственной борьбой он вполне способен от тейкдауну защищаться поэтому ну по таким коэффициентом наверное я бы все-таки больше склонялся в сторону осборна потому что у него есть габариты есть опыт есть опасность я считаю что он как ударник наверное лучше но вот его хрупкость и его кардио она как-то мне не сильно меня вдохновлять если бы было на него трешка я бы может рискнул а так ставить на хрупких товарищей которые еще и плохо дышат за 2 и 4 ну как-то я не сильно вдохновлен такой возможностью поэтому я наверное этот бой просто просто посмотрю он будет интересный он будет какой-то яркий наверное вполне себе что родригес будет драться напротив возле рядом с со своей мексиканской публикой осборн скучный бои не дает ну если хотите взять досрочку на этот бой как бы это объяснимо но просто ее прогрузят в храм в храм а все-таки флайвейты ну не всегда прям ушатываются хотя как бы когда дерется осборн жди досрочку ну с родригесом черт его знает может и вату прокатает потому что родригес он же ленивец он такой немножечко боец размеренный не всегда обостряет поэтому здесь все допустим этот бой дойдет до решения но тоже меня это не не удивит и каким-нибудь там сплитом выиграет например родригес или например осборн тоже как бы вполне себе возможно поэтому бой такой больше посмотрите не поставить я так думаю еще один неплохой бой и даже гораздо более интересно еще дэниел зилхубер против эстебана рибовича категории до 70 килограмм 25 лет зилхубер 28 рибовичу на 7 сантиметров зилхубер выше блин на 21 сантиметр руки длиннее да что ж такое сегодня статистические тренды прямо вообще капец потому что ну такой размах рук это конечно здорово ну опять же он узел хубера всегда а победил он почти всегда но не победил только трое окна с фанатой нормально с гиагасом неплохо с прадов в принципе без замечаний зилхубер показал что наверно все таки с окном это была какая-то ошибка осечка бокс приличный габариты конские выносливость нормальная тенирует сейчас в американских кемпах потихонечку растет ну действительно перспективный интересный боец не бесконечно погрешности наверное относительно своих габаритов можно было бы предположить что он вообще никого не подпустит к себе чтобы даже пальцем тронули ну иногда его трогают поэтому защита не идеально ну и в целом может быть так в общем его писать кикбоксер хороший все у него замечательно но может быть чуточку сыроват все таки наверное тоже самое обыскал при прорибовича только он в отличие от зилхубера боец на менее техничный больше полагающийся на силу ударов больше такой рубака но рубака хороший не такой человек который там все удары от жопы бросает вполне себе нормальный техничный рубака ну пренебрегает наверное защиты потому что от логика сколько он два или три раза был нокдаунах но не такие иногда он то есть его как бы нокаутировать это прям сложно но дать ему уж бан чтобы он сел на задницу это реально с кирком все-таки в первый раунд запустил конечно его себе за спину заставил меня попереживать насчет ставочки на него но смоки не я считаю как бы все замечательно и у меня тоже все замечательно потому что там был такой паттерн либо маки не в первом либо либо вещь во втором третьем я периодически люблю вставка там под копейку раскидаться на раунды поэтому я себе сказал а чего либо вещь не может в первом победить поэтому я взял либо ведь в первом его втором бы остался очень доволен его хиткиком потому что макине там сразу сделала такое лицо что по мне попали я умираю либо ведь все-таки довольно таки опасный тип который наверное прогрессирует но все-таки не учет 13 побед 12 досрочек понятно что большинство досрочек над бомжами это факт с кем он там дрался в аргентине непонятно но он уже наверное так годика два как минимум тренируется в америке вот такие два интересных конечно же товарища коэффициенты 145 зил хубер 2 и 85 рипович прошлый раз когда зил хубер дрался с прада было прям много-много голосов за прада ну правда был даже чуть побольше коэффициент чем на рибич там район трешки и все-таки да зил хубер лох давайте брать праду я не брал правда я брал зил хубера решением в этот раз если брать зил хубера я бы сказал все таки на мой взгляд это опять же зил хубер решением если вы хотите взять зил хубера решением за коэффициентом прошлый раз помню за решение на зил хубера была трешка сейчас будет там не знаю 2 и 5 2 и 7 это совсем другое дело чем брать зил хубера за 145 зил хубера за 145 я бы не рассматривал я не говорю что зил хубер может победить только решением потому что дау и рибовича челюсть крепкая но проблемы защиты есть и если проблемы защита есть то крепкая челюсть спасает но не всегда какой-то момент все равно будет там точная комбинация или точный удар или тяжелый удар и все там допустим поплывет рибович его добьют примеру там не знаю зил хубер вот там замолотит в партеле задушит то есть вполне себе возможно сказать что там зил хубер прямо мега панчер и рибович он потушит в одним ударом ну я посомневался бы ну как по мне все-таки рибович если честно боец уровнем повыше чем этот прада франциско продан он прям и не знаю конечно молодой здоровый бычок но он прям очень прямолинейный еще гораздо более такой прямолинейный чем рибович еще гораздо более колхозный какой-то он не знаю но он как и реально как крепкий такой мешок для битья ну рибович все таки я считаю по опасней это повзрывнее да у него будут проблемы с тем чтобы сокращать сокращать дистанцию зил хубером мог я просто думаю что рибович даст бой я совершенно не уверен что это будет легкая прогулка для зил хубер я понимаю что там мексиканцы все как бы типа зил хубер дают такого соперника как бы там менее габаритного не самого то может быть скиллового не самого топового вот как бы зил хубер победи на глазах мексиканской кубе публики это так есть 285 на рибовича но пока что это привлекает мое внимание потому что все таки я считаю либо ведь сравнительно перспективный парень крепкий агрессивный настойчивый с приличным кардио который будет за 285 драться за ваши деньги поражение 3 огду ну пусть может быть это какой-то там мем на этом дебют все дела моего тоже никто не отменял но если бы рибович сегодня дрался бы солданом и мне бы до рибовича дали 282 85 я бы взял рибович а потом богдан его залежал три раунда ну правда 285 на рибовича мне нравится этот коэффициент поэтому я все-таки хочу подумать насчет этого андердога брайан артега против диего лопеса в категории до 66 килограмм 33 года артеке 29 лопесу 7 сантиметров лопес выше на 9 сантиметров длиннее руки бой у нас состав состоится повторно потому что должны были они драться 29 июня но не подрались потому что артега был на коротком уведомлении слетел с боя и и участник нашего закрытого канала уважаемый дмитрий замечательно высказался в адрес брайана артеги он сказал что это чмо в гольфах и с коровьими глазами дмитрий с одной стороны это было очень смешно и сейчас чмо в гольфах это прямо у нас там обиходное выражение и артеги она очень подходит ну чё с коровьими глазами то ну красивые у него глаза ну блин пацан артега красивый голубоглазый мексиканец девки тонут его глазах их можно понять но относительно того турнира он действительно был как чмо в гольфах но в целом-то все-таки по его карьере он ничмо в гольфах не надо сильно обижать брайан артегу это хороший боец ну который пребывает каком-то конечно непонятном непонятной стадии своей карьеры с одной стороны конечно человеку 33 года но не так уж и много но мы все знаем войны в которых он побывал наверно я не знаю на на входит топ-5 каких-нибудь бойцов там по пропущенным ударом по вот таким тяжелым боям там где он был на грани от поражения там камбэкал и так далее потому что но много прям боев там можно перечислить там начать там для зрения боя с рената майкана с халавеем с волкановский очень много он конечно вот в этих боях потерял здоровье поэтому он вроде бы как еще сравнительно молодой но уже очень поднаевшийся понятно что было много травм много простоев поэтому когда он прошлый раз выходил на очень короткого уведомления с диего лопесом я хотел лопеса за 17 забирать лопес мы прекрасно знаем что он из себя представляет как он дерется что он всех финиширует красава но отменим что все-таки хотя он тренируется в мексике это бразилец артега хотя и у нас американец но мексиканец поэтому здесь у нас мексиканский американец против мексиканского бразильца так получается но то есть я к тому что их конечно будут обоих поддерживать но я не исключу что у артеги будет больше фанатов на самом деле на арене лопес конечно же он хорош опасен гэвин такер собаки не содик юсуф это не совсем прям бомжи правда он их всех почпокал да там понятно что там такер старый собаки не пропускает там юсуф тоже не железный ну а чё их тогда всей не убивает первом раунде это делает только лопес правильно тем не менее бокс лопеса больше размашист атлетичен и тяжел чем техничен правильно правильно ну и собственно грязь дэном иди которого стащили с дивана и который вышел там на двухчасовом уведомлении мы увидели что все таки лопес есть конечно проблемки первый раунд забрал уверенно второй раунд забрал близки близко на третий раунд против дэна иди с чугунной челюстью его уже не хватило третий раунд он проиграл ну и мы как бы делаем вывод что диего лопес пока по-прежнему парень очень опасный в первом раунде но по мере утраты какой-то свежести какого-то там мощного дыхания во втором третьем раунде против крепкого бойца он может выглядеть не так уж и доминирующие поэтому с точки зрения ставок честно говоря мне этот бой стал не интересен потому что хотел я как говорю брать лопеса за 17 против артеги но во первых частью моего анализа было то что артега на очень коротком уведомлении что я тоже там стащили с дивана что он там будет тяжело делать вес он видимо вес сделал как раз тяжело и снялся хотя там ниже переиграли на 70 килограмм и артега даже 70 не смог сделать то есть часть моего анализа была в том что артега не готов я с удовольствием бы лопеса за 1 и 7 забрал против неготового артеги но сейчас-то артега готов во вторых мы все-таки увидели что лопес такой какой он есть что он не только опасных первом раунде но и как бы в третьем раунде он вполне себе может быть и не очень прям супер ну я напоминаю что у него же есть всякие вот бои там вот он там нейту ричард проиграл в двадцать первом году не так уж давно три года назад в том числе проиграл в борьбе потому что до джиу-джитсу есть да есть опасно но если ты можешь нейтрализовать его джиу-джитсу может поможешь полежать на нем сверху то в принципе шансы есть вот ну и к третье что коэффициента на лопеса упал мы скажете там небольшая разница между 157 и 17 ну да небольшая но как бы если он хотя бы остался тот же самый я бы еще подумал так я просто считаю что шансов лопеса выиграть стало меньше за счет того что артега лучше готов вот а коэффициент на лопеса еще упал ну как бы не интересно почему не хочу ставить на артегу потому что ну опять же на артегу ставить если в лайве как бы тогда до после там первого раунда если артегу совсем не убьют забрать его за три с плюсом это совсем другое дело потому что может быть он дальше и выживет но выживет он или нет неизвестно с одной стороны артега построил карьеру на том что он выживает просто когда он выживает это не значит что он обеждательно побеждает но в целом может если такой вариант развития событий что артега в первом раунде там будет получать пропускать потому что защита плохая держачок так себе травм много накопилось и в целом конечно его лопес должен убить но если не убьет и артега принципе переживет то но по поводу его как бы духа война пока особых сомнений нету за исключением той ситуации что может оказаться что артега настолько допустим наелся настолько травмировался настолько налечился что он просто вот возьмет допустим и завершит карьеру после этого боя или в течение допустим какого-то ближайшего года то есть если он уже прям морально наелся и скажет да все как бы я уже там нормально денег заработал хватит меня этого дерьма я буду джиу-джитсу преподавать здесь зависит сильно от мотивации артеги а мы ее не знаем если артега выйдет супер мотивированным и переживет первый раунд то это хороший вариант для лайва если он просто переживет первый раунд и его будет мотивация на то чтобы допустим там дожить до решения то принципе лопе заберет решению все то есть я в целом все таки в этом бою даю предпочтение лопе 40 наиболее молодому голодному бойцу опасному но поезд уже немножко ушел час ставит него за такой коэффициент ну как бы у меня не возникает желание если у кого-то возникает я здесь не спорю кто-то будет за артегу небольшое количество больше на она будет за лопеса и как бы это все логично то есть может ли оказаться артега хорошим андердогом до лопес опасный может ли убить первом раунде тоже да поэтому ну и то и другое имеет место быть процентов какую-то здесь поставить как по мне достаточно сложно самое главное событие алекса грасса против валентина шевченко и хотя мы будем смотреть это уже в третий раз и все типа такие надоело да нормально интересный бой чего пусть девушки выясняют отношения почему нет 36 лет шевченко 31 год алексе грасса габариты одинаковые ну и бессмысленно рассуждать о том кто с кем дрался когда то есть мы уже видели их двоих пределах в районе девяти раундов поэтому собственно говоря от этого и будем отталкиваться последний бой между ними был когда сентябре прошлого года то есть прошел грубо говоря прям вот без двух дней без одного ровно ровно год ну соответственно все таки алексе грасса 31 но это наверно какой-то расцвет лентине шевченко 36 половиной мы это не прям супер много женщины стареют в спорте в этом несколько позже в среднем валентина боец топовые поэтому сказать что на прям все совсем как бы да нет так не скажешь коэффициенты 1 95 шевченко деда 90 92 грасса если кто-то вам скажет что он точно знает кто победит и почему ну избейте этого человека палками то никто не знает я не знаю кто победит в этом бою по равным коэффициентом я считаю более выгодно наверно поставить на грассу сейчас попытаюсь объяснить почему у меня как бы своя там логика если вы с ней не согласитесь совершенно нормально что алекса грасса первый бой выиграла она его походу проигрывала но выиграла соответственно на второй бой ну типа ей не надо было ничего нет она же выиграла 1 а ничего не поменяла ну это было прям не шикарно потому что она там опять проиграла пару раундов там поздно стартанула что-то где-то немножко подтупила вот ну потом в конце там вроде выдрала ничью ничья общем-то спорная там достаточно четко прослеживается первых три раунда 21 в пользу шевченко хотя первый достаточно близкий и там чем-то можно и в пользу грасса увидите и там чуть больше она сделана бы его забрала ну пусть будет 21 в пользу шевченко потом идет четвертый не особо понятный потом идет пятый где концовку грасса выиграла и раунд забрала но забрала его не 10-8 один судья поставил 10-8 поэтому нас мажорите дроу так ведь у нас мажорите а не сплит сплит дроу ой почему сплит если один судья поставил чуть такое не помню короче ну я просто смотрел счет на карточках то есть я вот обратил внимание что этот один из придурочных судей майк бэлл поставил 10 8 3 5 раунд ну там была такая плюс-минус доминация последнюю минуту пятого раунда ну я бы 10 8 за это вообще не дал я к тому что если бы он дал 10 9 то шевченко бы тот бой забрала вот ну соответственно там можно предположить что у них там близко к 1 1 что касается шевченко ее выступления ну первый бой то она в основном забирала потом сделал ошибку и во втором бою я как-то думаю все таки что валентине нужно было бы что-то поменять как человек который является одним из лучших в мире планировщиков выступлений бойцов по мм и глубокий аналитик с аналитическим складом ума с неоцененными тренерскими способностями я конечно скажу что ну вот что она то она могла бы поменять шевченко если она лучше стойки то ее это устраивает она забирает стойки лучше ли она стойки чем алекса граса ну как бы я бы сказал чуть-чуть да ну прям вот совсем чуть-чуть ну за счет какой-то своей может быть больше универсальности стойки такой чувствительности там граса как вроде попроще поэтому где-то там шевченко и может чуть-чуть перетыкать но этого не всегда достаточно когда у шевченко видит что столько не идет она идет в борьбу и вроде бы с граса это логично переводить граса можно но мне кажется надо признать что джиу-джицу граса уже шевченко превосходит если шевченко хорошо работает сверху или допустим хорошо работает сзади если она заходит за спину то граса в этих позициях работает не хуже но еще граса хорошо работает со спиной а валентина шевченко мне кажется нет поэтому когда шевченко граса переводит то у нее но там не был там один раунд третий где она забрала спину за другое дело а когда она работает сверху она не выигрывает потому что граса и убьет снизу, и плюс пытается контратаковать сабмишинами, и в целом она в партере это смотрится даже на спине, я считаю лучше, вот и Шевченко вроде бы идет бороть Грасса, потому что видит, что стоечки близко поэтому давай-ка я ее там переведу, подзалежу это немножко работает но больше не работает, потому что Грасса уже сейчас вполне себе конкурентна в партере с Валентиной, если не сказать, что лучше соответственно логично, на мой взгляд, было бы Валентине Шевченко больше поработать по ногам лоу-киками, замедлить боксера отбить ему ноги, было бы логично, но я не совсем этой работы не увидел во втором бою, ну там какие-то отдельные удары были, это не то, но Валентина, она по сути, она и, как бы, она не кикер по ногам, то есть лоу-кики никогда не были ее сильной стороной, она хороший кикер но она больше там фронт-кики мидл-кики, то есть, а вот по ногам она бьет так себе, и мне кажется в силу ее возраста, ее вот, то, что у нее уже сложившийся такой прям пласт ее навыков, она это никак не откорректирует соответственно я вижу опять какой-то близкий бой где Шевченко будет в определенных моментах лучше, в определенных моментах будет лучше Грасса и я сложу все, ну, по большому счету если хотите к возрасту, но не только к возрасту, а и проистекающим из него всяким последствиям как бы повторюсь, что 36,5 лет не так уж и много, но Валентина за год навряд ли стала лучше я не думаю, что и Грасса стала лучше, но все-таки наверное Валентина, ее уже немножечко раньше раскусили она потихонечку начинает, наверное, идти на спад это как бы для меня более логично собственно говоря, поэтому и Грасса побеждает или дает близкие бои что, ну, два года назад, наверное, Грасса Бакшевченко не подступилась а еще Грасса побеждает и дает близкие бои по следующим основаниям, то есть Валентина в целом получается как все практически вот эти вот раунды складываются то есть Валентина близенько забирает какие-то раунды за счет стойки, за счет там борьбы, за счет универсальности там вроде раз-раз там перетыкала, там где-то перевела опасности в партере не возникло, все, раунд забыла а Алекса Грасса, она забирает моменты и все-таки, если все вот это вот подытожить все эти 9 раундов, то Валентина Шевченко была гораздо больше в опасности она, по сути, на мой взгляд, за вот эти два боя создала опасность только один раз когда она во втором бою, в третьем раунде забрала по-моему, спину у Грасса, там неплохо ее прихватывало там действительно были хорошие выходы на сабмишн но она не смогла ее задушить почему? Потому что Грасса тренируется с Диего Лопесом ее джиу-джитсу реально улучшилась в том числе защита от сабмишнов опять же, 3 года назад, 4 года назад Алекса Грасса бы, наверное, в такой позиции задушили а сейчас нет Алекса Грасса за эти вот 9 раундов создала, так или иначе, гораздо больше возможностей для опасности она задушила Шевченко в первом раунде она и в первом бою и во втором бою были раунды где она ее забивала грандом паундом достаточно жестко она ее отправила в нокдаун во втором раунде во втором бою то есть все-таки Шевченко больше находится в опасности и зачастую эта опасность складывается потому что Шевченко допускает ошибки в первом бою она вот махнула этот дурацкий совершенно ненужный кик с разворота когда Грасса забрала у нее спину и задушила во втором бою практически выигранном близко к выигранному она в пятом раунде попыталась провести какой-то нелепый бросок завалила Грассу на себя и Грасса там ее уже начала мутузить и произошло это в том числе на фоне усталости то есть я считаю, что все-таки в текущих кондициях уже Грасса в более поздних раундах смотрится лучше она меньше устает Валентина все-таки уже в четвертом-пятом начинает так туда-сюда поэтому вот по совокупности всех этих факторов мне кажется, что Грасса ее может передышать может создать больше опасных моментов и Валентина Шевченко если она первые два боя делала ошибки то теперь, когда она стала на год старше ну, вероятность того, что она сделает какую-то ошибку как по мне, еще немножко увеличилась поэтому ну, я бы где-то близко к 60 на 40 наверное, бы расценил этот бой в пользу Алекса Грасса уже не говоря про то, что это мексиканка на мексиканском турнире и так далее и тому подобное то есть, да, Валентина хороший боец у нее есть шансы выиграть она может, я не удивлюсь но по таким вот равным коэффициентам мне кажется, все-таки на Грасса ставка более выгодная поэтому я бы здесь рассматривал ее Шон Омели против Мираба Двалишвили в главном событии бой за чемпионский титул весит до 61 килограмма 29 близко к 30 годам Омели 33 года Мирабу на 12 сантиметров Омели выше на 10 сантиметров у него длиннее руки коэффициенты 1.87 Омели Мираб Двалишвили 2 ну или к турниру будет наоборот никто не удивится коэффициенты близкие, равные очень много мнений у людей все уверены 50% умерены в Омели 50% уверены в Двалишвили я не очень понимаю как здесь можно быть уверенным я не очень понимаю как из них двоих можно выбрать по равным коэффициентам да, с точки зрения зрелищности с точки зрения опасности с точки зрения предпочтений промоушена наверное, вот этот разноцветный товарищ который ну не сильно прям не нравится как личность но боец хороший является, наверное, более выгодным чемпионом с другой стороны вот эта вот грузинская машина в лохматой папахе все-таки предпринимает определенные меры, чтобы стать медийным там ведет всякие смешные штуки ну и они даже смешные там воруют еду у Павла Коста там еще всякие там в Твиттере штуки выкладывают там Сихуда стебет там стебет Омели то есть ну Мираб такой юморной конечно его юмор своеобразный наверное никогда Мираб не будет особо пользоваться людей поддержкой людей живущих в России ну это нормально он не уважает людей живущих в России люди живущие в России не уважают Мираба поэтому мне они не особо оба как бы приятны ну дерутся как дерутся конечно Омели с точки зрения если как бойцовские навыки оценить конечно Омели боец более зрелищный ну сказать что Мираб прям ужасно скучный товарищ да нет как бы то есть надо тоже уважать его навык уважать то что он сделал он сделал много что-то из бойца который не особо прям удачно начал свою карьеру с двух поражений оба спорных но тем не менее он вышел там на хороший стрик и худо-бедно ну всех победил к сожалению конечно всех решениями но решения в общем-то достаточно уверенные вот ну а как можно быть уверенными в том или другом я не знаю те кто уверен в Мирабе Двалишвили ну посмотрите первый раунд боя с Марлоном Морайесом где Морайес который уже прям был совсем в не лучших кондициях Мираба чуть-чуть не убил все-таки можно по нему попасть почему нет те кто сильно уверен что не у Мелли ну посмотрите бой с Петром Яном второй третий раунд в основном второй сказать что у Мелли прям совсем нельзя перевести и удерживать в партере у него там все замечательно как бы тоже неправильно у Мелли не так уж много конечно пытались бороть его берегут ведут ему дают больше ударников но вот у Петра Яна был успех справедливости ради скажем что успех этот начался с того что Петр Ян по нему жестко попал и за счет этого сначала его перевел вернее за счет этого в том числе перевел его в начале второго раунда и там а Мелли просто себя не особо хорошо чувствовал был потрясен поэтому Ян там где-то наверное минутку его промучил а Мелли встал но ближе к концу раунда Петр Ян его снова переводил и в целом второй раунд забрал в том числе за счет борьбы и в третьем раунде Ян его тоже переводил он его переводил по-моему и в первом там в первом совсем у него там мало чего получилось а вот в третьем немножко получилось и второй в общем-то за счет борьбы в том числе Ян забрал поэтому ну может быть а Мелли конечно не как-то не готовился к борьбе Петра Яна но в целом мы увидели что Мелли переводить можно удержать его не так просто но встает он не так быстро поэтому вот этот вот момент с партером Амели он по-прежнему до сих пор до конца непонятный потому что Стерлинг ну как-то не особо активно попытался с ним побороться то есть с тем же Яном если мы вспомним бои Стерлинга где он там прыгал в ноги раз за разом там цеплялся за каждую возможность как бы мы такого Стерлинга в бою с Амели не увидели мы увидели человека который пытается до нему дотянуться в стойке промахивается и получает в челюху навстречу то есть как бы вроде бы уже были два бойца один из которых борол Амели а второй должен был бороть но мы до сих пор как бы про партер Амели так прям много не знаем и у меня нет ответа на вопрос сможет ли Амели эффективно защищаться от борьбы Двалишвили то что у Двалишвили плохой контроль знают все но это его тема он переводит из-под него встают он переводит снова потому что кардио позволяет соответственно если он будет много переводить Амели то он может в том числе победить за счет своей выносливости все-таки я считаю что кардио Мираба это его оружие он может работать пять раундов он оттаскал Петра Яна опять же который в общем-то был наверное не в лучших своих кондициях в тот момент но победа есть победа пять раундов есть пять раундов достаточно доминантных вот ну то что в стойке это разные уровни это понятно стойка Мираба не ужасна но он не располагает таким арсеналом как Шон Амели не располагает такой точностью футворком и такими длинными конечностями поэтому стойка за Амели борьба за Двалишвили кто свое навяжет тот и победит ну какой у меня прогноз прогноз у меня два либо Амели все-таки вырубит в пределах двух раундов либо Двалишвили все-таки за счет кардио заберет третий четвертый пятый но может быть такая ситуация что пока Амели свежий Двалишвили не сможет его переводить проиграет два раунда к примеру ну пусть там Амели там его не нокаутирует пусть там в нокдаун отправит например вот и третий четвертый пятый допустим два из них Двалишвили заберет все-таки я больше скромюсь к тому что он заберет поздние раунды если бой там затянется какой-нибудь один будет близкий где там все-таки Амели нормально защищается там нанесет чуть больше ударов и будет какой-нибудь например сплит вполне себе тоже который отдадут кому угодно может быть ему отдадут более медийному Амели может быть его отдадут новоиспеченному мексиканцу Двалишвили он же у нас теперь мексиканец поэтому я думаю что он выйдет на бой с американо-грузинским флагом и в мексиканской повязке чтобы сразу всем угодить потому что ну Мирабик он хочет денежек он любит популярность поэтому он готов быть тем угодно мексиканцем американцем и для бизнеса это вполне себе неплохо поэтому ну если честно бой интересный посмотреть я его хочу а поставить на него я не хочу как бы у меня нет такого желания поэтому ну у меня как бы и мнения нет кто свое навяжет тот и победит поэтому люди которые умели Двалишвили ну как бы я их уважаю равнозначно и тех и других у них есть свое мнение на этот бой они молодцы я бы взял здесь любого начиная с коэффициента 2.5 в лайве пожалуйста можно ну как бы приматч я лично не хочу лезть мне не интересно а бой интересный и турнир тоже только маленький всем спасибо за внимание берегите себя и своих близких сильно не рискуйте всем здоровья всем большой рахмет и прощайся и прощайся